Мошки, комары и запах общественного клозета. Такая ситуация в квартире Ирины Кондратьевой с 17 июля. И это еще помещение слегка проветрили, а нечистоты с пола убрали, уверяет хозяйка. Жить, понятно, в таких условиях невозможно. Сейчас Ирина вместе с несовершеннолетним ребенком гостит у знакомых. Но в эту квартиру приезжают практически каждый день, чтобы договориться с управляйкой об устранении последствий прорыва канализации. Я 18 июля подала заявку в управляющую компанию «Городская роща-1». Заявку приняли. Подошел слесарь. После того, как я сходила сама лично к руководителю Веселову Сергею Павловичу, если я ошибаюсь, сообщила ему об этой проблеме. Подошел слесарь Волков Александр, посмотрел в этот люк, не спустившись туда совершенно, и ушел, сказал, решайте это. То есть это все вот с канализации снаружи. Хотя текло из-под трубы и из стены, которые вот внешние. В так называемом подполе запах еще хуже. Спускаться сюда отказались даже мастер и слесарь управляющей компании. Мол, раз вы здесь храните вещи, то и помещение обслуживайте сами. И вообще, пускай подсохнет сначала, потом уже будем думать. Проблема с канализацией давняя во всем доме, подчеркивает Ирина. Пятиэтажка пенсионного возраста требует капитального ремонта труб. И он будет, правда, только в 2028-м, до которого в таких нечеловеческих условиях еще нужно дожить. Жалуются у собственники квартир первого этажа. Проблема эта очень длительная. Сам дом уже больше 60 лет. Я здесь третье поколение, так сказать, в этой квартире. Я здесь уже и родилась. Последние несколько лет у нас очень сильно, по крайней мере в моей квартире и в подъезде, запах канализации. Мы постоянно делаем заявки, обращаемся. Периодически приезжают. Вот люк на улице, прочищают. Но, собственно говоря, проблема остается та же самая. Примерно полтора месяца назад у нас произошел засор. Пострадали все квартиры первого этажа. Я имею в виду засор канализационный. Выяснить, когда зловонный запах покинет квартиру Ирины и в целом весь подъезд, мы пошли в управляющую компанию. Вот только на месте компетентного лица, отвечающего за решение, проблемы не оказалось. Председателю удалось дозвониться позже. Вам, наверное, Ирина Омна сказала, что уже сегодня мы вызвали специальную машину подряд на организацию, которая выполнила пневмогидравлическую промывку внутренней системы канализации. Это под давлением туда запускаются шланги и все вот частоты, которые там есть, ну, очищаются трубоповозы внутренней системы канализации. При этом дезинфекцию от запаха и насекомых управляйка тоже обещала провести. Впрочем, о сроках не сказали. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова